Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, писателями, художниками, скульпторами. Сегодня у нас Миколаш Медек. Художник, один из самых известных представителей чешского послевоенного искусства, иллюстратор, поэт и график. Родился в 1926 году в Праге, умер в 1974, в возрасте 47 лет, тоже в Праге, Числоваке. Как живописец объединяет художественную традицию на протяжении трех поколений, и благодаря оригинальности речи, глубине и одухотворенности его необычного творчества, занимает одно из первых мест в истории чешского искусства. Я цитирую переводную википедию. Всю работу Медека следует рассматривать в контексте того времени, так как она прямо отражает гнетущую атмосферу коммунистического режима. Он работал свободно только в течение короткого периода, между 1963 и 1969 годами, и при жизни провел всего две авторские выставки в Праге. Был внуком импрессиониста Антонина Славичика, сын генерал и писателя Рудольф Медек и брат Иван Медек. Мастерская Медека была одним из центров встречи художников и искусствоведов во время коммунистической репрессии. Был сыном учителя, регионера и бригадного генерала 1-й республикатской армии Рудольфа Медека, как я уже сказал. Микулыш Медек поддерживал дружеские отношения со своим дядей, кинорежиссером Ижи Славичиком. Рудольф Медек написал пятисерийную хронику легионов, публиковал легионерские рассказы, писал стихи для современной ревью, был автором киносценариев и спектаклей. Окончил начальную школу в Карлине, а затем до 1942 года посещал академическую гимназию. В основном интересовался литературой, собирался изучать биологию. В школе преобладал интерес к изобразительному искусству, и он перешел в государственную графическую школу в Праге. Учился у профессора Мюллера. В мае 1945 года в составе нелегального студенческого отряда участвовал в пражском восстании с защитниками старой ратуши и поджог ее, бежал в дальнейшем по канализации. Жена Эмила Меткова, дети дочь Ева Косакова. Вот вся информация, которую мне удалось найти о Миколыше Медеке, художник, один из самых известных представителей чешского послевоенного изобразительного искусства. Пока-пока, всего хорошего, смотрим работу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok